Привет, ребята и девчата! Канал Славка Гейм, я, как всегда, Славка, ну а вы мои любимые подписчики. И саундтрек, музыка, которую вы сейчас слышите, это музыка из одноименного известного мультсериала «С нам с детства», как вы уже поняли, «Chip Adele». Да-да-да, ребят, и у меня сейчас в руках вот этот джойстик, а значит, мы будем играть в игру на приставке «Дэнди» или на одноименной приставке «Нэс» в Америке, «Дэнди Интертемент Систем», «Chip Adele». Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чаёчки, кофеёчки. Добро приветствую всех и добро пожаловать всем ностальгаутлерам или ностальгаторам, любителям ностальги или ретро-игр, а также всем моим подписчикам. Мы начинаем, достаем картридж из коробки, как так сказать, вставляем приставку и погнали! Картридж вставлен, игра запущена, ребят. Та же тема звучит «Some time, crew times», «Там-та-там-там-там-там». Господи, как вы бежали к экрану телевизоров, когда слышали данную мелодию, да, ребят? О, играем... Не-не-не, не начинайся, играем мы в первую часть. Ну, будем по порядку идти, я же не стану со второй частью. У меня есть про что рассказать, и давайте нажимаем «Старт», играем мы, давай, за чипа, давайте чипом начнем. Окей, банда, мы, у нас есть новый сегмент, я не знаю, что такое сегмент, заказ, наверное. Наш маленький нейбор, нейбор, это кто такой? Наш маленький, наш юный маленький сосед Мэнди потерял своего котенка. Помните сериале он котенка потерял? Угу, я говорю, это работа для спасателей. Гаджет, говорит, гаджет, это, кстати, гаечка. Так, я иду... Блин, господи, зачем я это говорю, я неплохо знаю английский язык, и мне трудно. Короче, они идут на помощь, они должны помочь найти сёрч в городе, мы будем искать в городе. И чип говорит, хорошая идея, гаджет. Про гаджет я вам потом, кстати, расскажу. Это... Дэйл, ты... Ты и я можем начать на поезде, трейл, трейл, поезд, железная дорога, трейл. Монти, а Монти тракфор. Монти, не делай, Монти. Зиппер, это, вжикает у них зиппер. Просто я не понимаю, ну да, у меня очень странная механика, что-то собак, механические, странные механические собаки. Мы будем смотреть в парке, ну это, что-то, механические собаки, говорит, Монти. О-о-о. Ну ладно, я не буду больше переводить, мы никогда это не переводили, раньше-то было у меня. Это у меня не было раньше, когда мы покупали эту игру, у нас не было раньше американского языка. У нас был китайский здесь язык. Давайте я немножко расскажу. Да, у нас был всегда японский или китайский язык на приставке. Почему здесь гаджет написано, чип и Монти? Потому что у нас для нашего российского пользователя материали переводили, постраивали под нас, чтобы нашим детским умам было легче, как бы, соображать. Рокфор, это в честь сыра назвали Рокфора у нас в России, а на самом деле в мультике он был Монти. Тоже это в честь, по-моему, сыра какого-то, Монти какой-то там, Моуцин, что-то такое. Гаечка у них была всегда гаджетом, это у нас уже не... Для нас слово гаджет, как сейчас, это было что-то новое, гаджет. Что такое гаджет? У них это устройство, а у нас это гаджет, не крыла себе. Поэтому мы придумали гаечку, и мы всегда ее гаечкой называли. Да, на самом деле она всегда была гаджет. Вот вжиг, у них зиппер, а у нас вжиг, просто вшик, и все, быстрый какой. А у них зиппер, быстрый как молния, или как пламя, или как, я не знаю. Ладно, погнали, берем. На самом деле первую часть я не особо люблю, так сильно, как вторую. И в первую часть я играл довольно очень редко. Механически вот они собаки. Давайте собирать все ящики. Кстати, давайте я нажму паузу. Сразу давайте, пока я нажал паузу, давайте опуститесь ниже под видео, прям, пожалуйста, пожалуйста. Прошу, нажмите подписаться на канал, давайте добьем мне тысячу подписчиков, прям ради меня. Если вы хотите видеть больше таких ностальгических видосиков, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайкосик. И обещаю, что в следующих видосиках вы не пожалеете, все будет делаться. О, что-то в глаз попало. В следующих видосики вы тоже будете все смотреть именно по ностальгии, именно для вас все это делается. Что вы немножко спустили, так сказать, скупую слезу мужскую или женскую, там, я не знаю, кто меня смотрит. И вспомнили то, во что мы играли в 90-х годах с вами. Кто-то, может, в 80-х уже играл, но в основном в 90-е. Поэтому я надеюсь, вы подписались, я вам буду очень благодарен. Спасибо большое, я надеюсь, это было не очень навязчиво. Потому что большинство моих видео смотрят без подписки. Я думаю, мы эту игру сегодня пройдем. Так вот, мультсериал я очень любил, мультсериал было очень огромное число серий. Всегда Чип и Дэйл шел, по-моему, с утиными историями или с этим, с Винни-Пухом. Любил его всегда смотреть. У меня всегда же была трехчасовая кассета. Мне родители купили с Москвы, привезли трехчасовую кассету. Чип и Дэйл. Я постоянно их там смотрел. Поэтому, мало того, что я смотрел и кассеты, на кассете мультики, я никогда не пропускал и Уолт Диснейс, и там любил посматривать. А картридж мне вот этот достался. Я помню, я его где-то раньше на каком-то... По-моему, я также у маминой подруги взял этот картридж на рынке. Надо им поиграть. Увидел эту игру. Она показалась мне очень на то время сложной. Блин, я не буду вот эти брать. Опасно. Я, по-моему, дошел... То ли до первого, или до второго уровня. По-моему, я дошел до уровня, где краны закрывать. Прыгать по кранам. Это была прикольная механика для меня тогда. Вода льется. Ты по крану прыгаешь, скачешь. И у кран, кран, как закрывается ветер, и вода больше не поступает. Ну, понимаете, для детей тогда это было... Ой! Тогда это была очень прикольная механика. Такого нигде не было, и это казалось очень классно. Ладно, идем. Ну, и игра была все равно сложная. Я ее особо по этому не проходил. Ой. И как-то потом больше она очень... Часто мне на картриджах особо не попадала. Я ее довольно-таки поздно, в принципе, потом получил эту игру. У меня в основном на картридже... И то, по-моему... Да, она была очень... Да, я получил ее в раннем-раннем детстве. Прям со всем ребенком, прям маленьким. Я поиграл, для меня это было сложно. И больше я ее не видел никогда. Ай! Ну, потом... Да что такое? Потом в детстве я получил, по-моему... Другой картридж из Москвы принесли. На большом футляре таком. Это видеогейм. Я не помню, как он называется. Картридж большой, пузатый. С крышечкой снизу такой. Там был уже ЧПДЛ-2. Кстати, мы дошли до босса. Всегда нравился тут приколюшка. Вот сетка, берешь сетку. И тут Рокфор. Давайте называть его... Не будем его Монтию называть. А будем называть его, как у нас в детстве был. Рокфор. Рокфор нам открыл дырку. Проход. И мы попали к... И этот... Кстати, это все это было... Когда мультик про котенка мы смотрели. Где они котенка искали, да. И там был безумно ученый, лысый. Я не помню, как его звали. И у него был вот этот робот-механизм, который распределял котят там по клеткам. Там что-то еще. Кстати, всегда жизнь у меня здесь лежала. О, толстопус. Фэткэт. Ха-ха-ха. Я не знаю английский язык, к сожалению. Короче, он что-то нам говорит. Я никогда не переводил это. Мы сами догадывались, сами себе придумывали, что он говорит нам. Потому что у нас здесь был обычный язык такой... Китайские или японские иероглифы были всегда. Это сейчас я взял какой-то ром. Он показывает что-то казино. Для моего казино. Если вы реально хотите ее вернуть. Кого вернуть, непонятно. Будем идти по порядку. На А. Опа. Этот уровень все. Для меня это уже... Что это? Для меня сложно было в детстве. Чтобы я в этом прям... Так сильно хорошо играл. Нет. Я говорю, я в эту игру играл, но, наверное, мне было, может, лет шесть. А может, еще даже меньше. Я даже не могу вспомнить, сколько мне было лет. Потому что я знаю, что я поиграл не раз. И больше я ее особо не видел. Она мне не особо нравилась, потому что графика здесь такая была не очень. Во-вторых, она была очень какая-то такая быстрая. Надо было быстро-быстро все делать. А когда я... А когда я начал играть во вторую часть, вот она была уже более медленная, более прикольная какая-то. Там уже игры какие-то были. И графика была получше. Ну, что мы таким успехом быстро пройдем. Что, идем за жизнью? Да он ли ящик-то и отличается по свету? Раз, вот. Гаечка сигнал. Привет, парни, не волнуйтесь. Мы с нами все в порядке, да? Я хорошо так. И дальше я не пойму, что она говорит. Плохо не знать английский язык. Наверное, надо пойти на курсы, поизучать его, да? Как найти меня? Послушайте. Послушайте, вам нужно shut off some water pipes to get зону B. Просто прыгайте на тэп. Зиппер ждет. Зиппер ждет. Land a hand in zone C. Ну, мы идем на B, ладно, ничего страшного. А это казино. По-моему, как раз толстопус гаечка, что ли, украл, говорит, если хотите спасти ее, то идите ко мне в казино, да? Это так звучало, да? Ну, мы нихрена в детстве не понимали, мы не знали, что здесь есть какой-то прям сюжет. А теперь, оказывается, тут сюжет есть. Поэтому я думаю, ребят, кто знает английский, вы можете, в принципе, его перевести. Вот этот уровень я в детстве прям помню, когда я был ребенком. И меня постоянно эти медведи почему-то убивали. Я не знал, что к ним мне надо так, не подходить так близко. Оп, оп, вот это вот мне нравилось. Оп, и вода переставала литься. Это же классно. Давай, давай, оп. Вот сейчас нас ничем уже не удивить, а в то время детский разум, ты прыгаешь по крану, он крутится, и у тебя кран так сразу, раз, вода перестает идти. Да, ну, воспоминаний о Супер ЧПДЛ нету. Мы с друзьями, просто могу сказать, что мы постоянно в эту игру играли с друзьями. В эту редко. В основном вторую часть мы играли, потому что там можно было посоревноваться. Ну, здесь я часто падал в Суп. Я не знаю, почему я так называл его Супом. Оп, все жизни, спасибо. Раз, и сварился, и главное. А вот эту букву КП, я не понимаю, что это значит. Пауэр какой-то. Вот тоже прикольная штука была, когда тебя превращались вот эти вот. Это что же из мультика было, когда кто-то превратился в Дейла. Помните, он непланетянин нашел, и он в Дейла превращался. И все думали, Дейл, ты так главное это? Ты все так можешь делать, все успевать. Ты стал такой прям внимательный. А это был не Дейл, это был его этот. Инопланетянин. А Дейл лежал и наслаждался жизнью, ничего не делал. Да, вот они, инопланетяне. А потом за ним приехали другие инопланетяне, сказали, на этой тарелке, кстати, на этом корабле. Искали этого инопланетянина. Он говорит, ой, помоги, помоги, нам кричал. И они там решили помочь ему. Оп. Осторожно, ребята. Кайрофилл, осторожно, да? Я просто... Что-то Сэл Толстопузо. Характер, зона Д. Также, смотрите... Айрон Боллс какой-то. Айрон, это же... Ну, мы идем в диск... В это, в С. ABC, да. Мы будем все уровни, я вам покажу сегодня. Все. Это какая-то библиотека, ты смотри, книги. А что он не берется? Я не буду прям останавливаться, убивать. Раньше мы почему-то всех убивали здесь. А тут достаточно, в принципе, пройти. Так, мы взяли ящик. Оп. Идем дальше. А! Задело. Ну, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе. Главное пройти. Так. Этих я не помню, чтобы такие враги были в мультике. Если бы были, я бы вспомнил, наверное. О, бах. Бах. Вжик. Вжик. Пошли, Вжик. Мы нашли тебя. Вжик поможет. Берем ящик с собой, как запас. Как тот. Мне всегда уровни мне нравились. Как это все порисовано было. В игре это вот лампочки. Как же надо бы придумать такие уровни? Я ж так понимаю, мы идем к холстопозу кого-то спасать. Опять. Careful, guys. Я просто... Она то же самое говорит. Зона D. Ну, мы идем в зону D. Она с ними связывается, а мы играем за чипа, да? Ай, не попал. А это магазин игрушек. Не помню, было ли в мультике магазин игрушек. О, я вообще не помню. Так, как сердечко... Это, по-моему, звездочка летела, нет? Нет? Ну, ладно. Вот это вообще не люблю. Тут надо как-то успевать прям. О, звездочка летит. Уберем ящик, во всяких случаях. А, ну, он уже не пригодится. Сейчас будут медведи или кто-то там, или зайцы, да? Вот, которые ковры. Но с другом играть было очень сложно в эту часть именно. Во вторую часть было легко, и там... А в эту часть было прям очень сложно. Жизни не хватало. Там, по-моему, всего две жизни давалось. Вот они, Iron Balls, которые она говорила, гаечка. Осторожно, она про эти штуки, видимо, предупреждала. Ну, понимаете, для детей нам нравилось совсем вот эти, вот, взаимодействовать. Рычажки, выключатели какие-то. И как я его должен пройти? Ага. А что, она, наверное, взрываться должна была, нет? Я думал, фиолетовые будут взрываться, они не взрываются. Так, нам нужно найти где-нибудь сердечко, орешек. Желудь, точнее, желудь. Это не орешек, это желудь. Оп. Я все равно всех убиваю по привычке, я опять все пытаюсь собрать. Это, я не знаю, это почему-то с детства такое вот, все собрать. Все, я раньше собирал каждый ящик еще. Сейчас я, конечно, что-то не делаю прям. А в детстве он прям все, все надо было собрать. Вот он. Я тоже не помню такую штуку нигде в никаком мультике. По-моему, это сделано только для игры. Ой, высоко. И он разбрасывает с каким-то конфетти, что ли, чем-то таким. Как-то он раньше бил по два удара. Да что ж ты не попадаешь по нему, слишком высоко. Опять высоко. Смотри, а. Все. Затнем чаечек. Зона Д чисто. Оп. Бот это лодка для тебя. Я приготовил лодку для тебя. Использую ее на воде в зоне Е. Ох. Way это путь. By the way. Что такое by the way? Я не знаю. Hall in zone F. Ad. Hall in. Ad. Спусти в зону F. Смотри за своими шагами. ABCDE. Мы идем в E. Здесь лодка будет. Она нам приготовила лодку. Оказывается, нам гаечка тут все подготовила. Ой. А мы, я даже не знал, что гаечка нам что-то подготовила. Она что-то разговаривает, а мы не понимали никогда. Ай-яй-яй, тараканы. Американские здоровые тараканы. Или мадагаскарские, как они называются. Мадагаскарский таракан. Или это жук. Я их таракан называл всегда. Таракан же с усами, а это без усов. Сейчас будет лодочкой, мы будем и плавать. Мне тоже всегда нравилось. Жизнь надо обязательно взять. Дайте мне орешек. Блин. Да блин! Дайте орешек. Мне нужен орешек, я не хочу жизнь тратить. Может здесь будет орех? Нет. Вот нам лодку подготовили. Вот лодочка. Оп. И мне тоже всегда нравилось. Бывало мы друзья не ждали, раз и плывали. Эй! Такой, а меня? Не прикольно сделали? Такой вот немножко. А еще сделали такой молоточек. Классно. Так что у кого-то, по-моему, из друзей, может, была эта игра. Я не понял. У меня... Да долго ее не было. Потом она появилась у меня на каком-то из картриджей. Там вот... Я смотрю, а там у меня там первая часть ЧПДЛ. Я такой, ух ты, наконец-то. Я не могу брать, да? Да, я не могу взять ящики. Ну ладно. Может, здесь будет орех? Ну да, вот орешек. Спасибо. Ух ты, блин! А мне... Как мне... Ай-ай-ай. Ладно, зря я это сделал. Лучше бы я с ней вообще... Моя первая смерть, кстати, да? Первый раз я проиграл. Но это за жадность, жадность. Я захотел вот эти вот звездочки взять, и поэтому я сам наборрался. Это уже был мой косяк. Блин, я орех не забрал. А он сложный. Ты смотри, он прям за мной плывет. Ну ладно, первая смерть. Так уж и быть. Ага, ага. Два удара. Хорошо, прям получил ты прям. По зубам ты прям получил! У! Тоже, по-моему, его никогда не было как босса нигде. Это только в игре его, видимо, сделали. А сколько у нас уже жизней? По-моему, на сериях, да, нажимать? Вот в зоне F что-то. У нас 14 жизней, да, по-моему, P, а вот P 11 жизней. Этих звездочек 14 вроде бы. Это мы в канализации какой-то. Тут сейчас трубы будут. И музыка почему-то везде такая. Какая-то... Как в казино, по-моему, одна и та же. Если взять вторую часть ЧП Дейла, там музыка и саундтрек более разнообразные. Там прям Capcom прям постарались сделать прям качественно. Поэтому вторая часть у меня больше. Но первую нельзя не любить, потому что все же... Те же ЧП Дейл, просто первая часть. Ой, нет, я помню это. Это тут надо прям... Ну и как? Ну он же не допрыгивал. Ладно. Ладно, будем прыгать. Оп! Ну-ну-ну, давай-давай-давай. О-о-о-о. А вот тут уже дальше. Оп-оп-оп. Ой, хорошо, с первого раза. Так, ничего не летит? Нет, не летит. Смотри, даже этих нету. Боссов никаких. Мы просто это прошли и все. Оп, пройдено. Хорошая работа, команда. Вы на пути, что, казино? Джейд, казино? Да, казино, реально. Да, казино, реально. Ну там, Элмаст, это, по-моему, не на пути, а это так-то, может, по-другому переводится. Просто, в принципе, я просто догадался по смыслу. Я какие-то слова знаю, какие-то для меня еще все равно сложные слова английские. Надо просто немножко учить текст. Надо не торопиться, да, потому что это бывает. Насобираешь много этих уже, ей летит сердечко. Ну, не сердечко, а звездочка летит с жизнью. Мы всегда с друзьями поспали. Это моя, ты что забрал? Мне нужна была. Ну, там, следующий возьмешь. Ну, ладно. Нормально. Слишком быстро здесь музыка. Атмосферной музыки нет. Во второй части музыка более атмосферная. Если даже вспомнить, например, замдом с привидениями, там, например, такая музыка прям. Или какой-нибудь уровень, я не знаю, на тележке там прям. Ляу-ляу-ляу-ляу. Какая-то прям из каких-то, не знаю, прям. Чисто американские комбойские песни там какие-то играли. На уровне с тележкой. Или где-то технопарк там какой-то, где... Кстати, буква КП, я понял, что она означает. Она силу дает тебе носить, например... носить эти тяжелые предметы, не уставая, то есть без потери скорости. Вот, заяц. А я не помню, что ты был в мультике. Может, он и был, но я не помню. По-моему, он был. На самом деле, там все вокруг толстопуза все вертелось. В основном там не было таких прям... Каких-то прям жестких таких боссов в мультсериале. Просто толстопуз, толстопуз. Мы спасли, да, гаечку, получается, толстопуз забрали. Спасибо, мальчики. Я знала, что вы сделаете это. Толстопуз просто бежал. Но вы можете последовать за ним. На моей ракете. И вот на моей ракете мы за ним летим. И это тоже анимация, казалось, круто. Прикольно. Вот там галактика, планета какая-то была. Еще три уровня. H.I.J. Вот трубы теперь, точно, канализация. Похож, да, чем-то второй уровень. Второй уровень второй части Чапы Дейла. Ну, блин, нет, вот эта дрянь не кидается. Она тяжелая, она не швыряется, как ящик. Так, подожди. Оп, дальше идем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мы здесь умрем сейчас здесь. О, спасибо за решек. Ай-яй-яй, а что я не мог допрыгнуть оттуда? Ладно, не страшно, блин, что же я сделал, я думал он будет дальше лететь, когда я ударю, кину ящик, он полетит дальше, а он не полетел, он встал на месте, ну ладно, я просто подзабыл, умоляюсь, но я думаю можно вместе с хождением опять ждать, я же играл последний раз в 2009 году во все эти игры, а теперь я играю, вот только вот сейчас взял в руки джойстик и подумал, а почему бы не вспомнить про все вот эти наши старые игры. Ну да, кстати, реально я вот и смотрю, что-то прямо сказать так много про ЧПДЛ нельзя, то, что у нас были мультики на кассетах, то, что мы постоянно на Денди играли и то, что Walt Disney их постоянно показывал, больше в принципе дополнить-то и нечего. А, ну еще бывало на кассете, у меня кассета вот с пиратским переводом одноголосым, у меня там реально, кстати, Рокфора звали Монти, я всегда понимал, почему он Монти, я думал, что это может перевод корявый какой-то, может для другой страны или чё, почему Монти? Я особо не обращал на это внимание и даже не задавался этим вопросом, а оказывается, вот оно что. Зона А, шкнир. Чё я иду назад в Headquarters, не волнуйтесь обо мне, лучше смотрите фанатов зоне И, fans, это же фанаты в зоне И. Фэнс, это же фанаты или что-то, или как-то по-другому это переводится? Ой, блин. Уровни сложнее становятся, да. Ой, здесь, fans, это вентиляторы, fans, fans, это не fans, это fans. Всё, я понял, fans, это вентилятор. А я фанаты. Какой плохо, когда ты английский плохо знаешь. Всё верно, fan, это вентилятор. Не беспокойтесь обо мне, лучше, да, лучше посмотрите за вентиляторами. Ребят, какие-то вентиляторы могут сдуть брундуков, да, представляешь, что ты маленький? Да попади ты в него. Всё. Оп. Бракфор, помогай. Он же всегда сын. Он же всегда сын. И бежал за этим, за сыром. Он не мог устоять перед сыром. А не, Рокки, Рокфор. Давай, Вжик, помогай. Спасибо, Вжик, ну дай, чтоб не долетел бы со мной, так и так. А он не может, да, здесь прыгнуть? Оп, оп, оп. Это тоже я не помню, чтобы она была в мультике. Но здесь я много жизней тратил, потому что мне кто-то вот постоянно меня убивало. Вот у нас вообще-то гусеница. Опять? Она меня сейчас опять убьёт? Нет, не успела убить. Зона И. А мне ещё дали жизнь, кстати, две жизни. Джей. Ой, это последний уровень, получается? База, база постопуза. Где консервы делают с кошачьей, да? Я здесь могу умереть, потому что я уже не помню. Ну, хотя бы музычку здесь завезли, знаете, такую прям. Нет! Музычка такая прям, прям чувствуется победная музыка, как будто финал. Ой, это вот этот сложный уровень, очень. Вот эти вот неубиваемые люди, или кто это такой? Собаки, собаки, лисы, я не знаю, кто это люди. Ну, пока идём, нормально. Ну, сейчас звёздочки будут появляться. Оп! Они могут сыграть злую шутку с звёздами из-за жадности. Пока нормально идём. Да, консервы. Нет! А здесь будет орех? Я его орехом называю, хотя это не орех, это жёлудь. Ну, не знаю, почему. Дайте мне орешек. Спасибо. Сейчас пойдёт очень узкое пространство, да. И тут крем пройдёт, что вы здесь. Падай. Хорош. Как вот здесь быть? Вот как вот это вот? У тебя 1 хп, и ты должен спер... Дайте, дайте орех, 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 один. Орех, никто не дал тебе ореха. Всё. Толстопу, здравствуй. А-а-а! На самом деле у него окурок так и так падает вот в эту. Это прям самые легкие боссы, ты что делаешь? На самом деле, вообще легкие. Мы прошли. И вот они воссоединились все. Они победили кота Толстопузо. Какой-то гаджет голый. Я не знаю. Something. They will help you back. Меня он был возвращен. Если... Я просто плохо понимаю, что здесь написано. Это Монти что-то говорит. Правильно, парни, банда. Правильно, Дейл говорит. И Чип такой. Да, Сиви. Сири. Он Сири что спросил? Они не остановятся. Спасатели. Вперед. И конец. И пошла тема. Тейл. Вот и все, ребят. Первая часть спасателей по родине Чиппедейл. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. С вами был Славка, канал Славка Гейм. И, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваши воспоминания по этой игре, по этому мультсериалу. Было приятно в нем поиграть, в эту игру, вспомнить этот мультик. Эх, детство, да куда бежишь, да? Хочется вернуться в то время, беззаботное детство, лето, когда школы нету, у тебя каникулы. Ты смотришь мультики по воскресеньям, или по пятницам, я не помню, когда это было уже точно, или пятница, или воскресенье. По-моему, суббота-воскресенье, да? Как-то так, ребят. Ну, очень хотелось бы, да, вернуться в это прошлое, окунуться. Но, к сожалению, время не стоит на месте, и мы взрослеем. И можем себе только позволить вот так вот вспомнить, понастальгировать это все. Окунуться в то детство через наши воспоминания. Немного грустнуть и двигаться вперед, потому что впереди всегда найдется что-то новое для новых впечатлений, для новых эмоций. Поэтому не надо расстраиваться, только вперед, ребята, и удачи вам всем. Пока. А дальше будет еще интереснее. Интереснее. И играйте только в хорошие игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok